Вечерники Явы Ла-ла-ла-ла, вечерники Явы Ла-ла-ла-ла, вечерники Явы Вечерники Явы Ну Киев-то, Киев обычно теплее встречает там Это уже похоже на наше видное место Вообще, вы знаете, приятно, когда у нас с Валерчиком в гостях умные люди К сожалению, это редкость Так что сегодняшний день, он удивительно приятен Спасибо большое вам Спасибо, мне тоже приятно Спасибо Анатолий Евгеньевич, хотелось бы поговорить сегодня о вас Мы в интернете перелопатили все, но всю биографию вашу, которую мы нашли Она так или иначе связана только с шахматами Написано, что играть вас научил отец, когда вам было всего 6 лет Это так было? Даже меньше Даже меньше? Даже меньше А сколько было? 4,5 4,5 И сколько лет ему удавалось выигрывать у чемпиона мира? До 8 До 8, потом все А в 9 мы вообще перестали В 9 лет я стал чемпионом города Златоуста среди взрослых А в 11 я уже был кандидатом мастера Самым молодым в Советском Союзе И мне, знаете, что интересно Какие лица были у взрослых мужиков, когда их обыгрывал 11-летний пацан? Нет, знаете, вот у меня в памяти до тех пор Первая партия официальная, которую я сыграл Я пошел в школу в первый класс И старшие друзья, которые были на 4-5 лет старше меня Перевели меня во взрослый шахматный клуб И там у нас был замечательный секретарь шахматной секции Алексей Иванович Пак Вот, и мои приятели подходят к Алексею Ивановичу и говорят Надо записать вот молодого человека на турнир с нормой 3-го разряда То так посмотрел, говорит, ну как с нормой 3-го? А юношеские разряды? Нет, вот он играет, играет хорошо И это как раз уровень И как раз подошел самый опытный шахматист Разрядник у нас был по фамилии Марковин Ему было 70 лет Мне 7, ему 70 Вот И дальше Алексей Иванович говорит Вот, садись, играешь с черными Если удержишься, то записываем в турнир 3-го разряда Но мне удалось даже партию выиграть Это была первая статья небольшая с фотографией в челябинском рабочем Самый молодой и самый опытный Да, круто! Какими еще видами спорта вы занимались с детства? Я всем занимался Для того, чтобы добиться успеха в шахматах Надо иметь хорошую физическую подготовку Вот, кстати, вот я по этому поводу хотел задать вопрос Шахматисты чаще всего становятся объектами шуток Подобного рода, что, мол, какие вы шахматисты-спортсмены? Сидите за столом вот это вот Да Мы вот бегуны, прыгуны, танкидуны и все остальные Мы действительно спортсмены Да Вот почему шахматы это спорт? Что в них такого? В начале 70-х годов в Пенсильванском, по-моему, университете Научились измерять затраты энергии И были страшно удивлены, когда провели замеры американского мастера по шахматам И мастера по американскому футболу Крепко поражены были, что затраты энергии были сопоставимы Шахматисты во время партии и футболисты во время матча Круто! Очень даже Да, круто! Итак, вернемся к вашей биографии Стали чемпионом мира в 75-м году Так? Много хороших событий произошло в том году Я родился, вы стали чемпионом Да, значит, а потом в течение 10 лет никому не удавалось вас обыграть Забрать этот тиск Да Тогда, в те годы Уважаемая профессия шахматиста Национальный герой Национальный герой Правду пишут или нет, что всего-то было несколько мерседесов У Владимира Семеновича Высоцкого был Значит, был У Брежнева У Брежнева был И у Анатолия Евгеньевича Карпова Это точно 350-й был мерседес Вот таких три было в Москве и, наверное, в Советском Союзе Это за заслуги? Просто дали, подарили или пришлось покупать? Нет, нет, я стал чемпионом Германии в 77-м году Как-то меня принимали одинаково хорошо и в Западной Германии, и в Восточной Что вообще, наверное, единицы только могли добиться Вот благодаря кому рухнула берлинская стена Может быть, и благодаря этому тоже Анатолий Евгеньевич, в настоящее время Вы являетесь депутатом Государственной Думы России Да От какой партии? Ну, от какой партии? Человек-шахматист, думает на 20 ходов вперед Общероссийский народный фронт, который пошел вместе с Единой Россией И я сейчас являюсь первым заместителем представителя комитета по экологии Природным ресурсам и природопользованию Я люблю конкретную работу и в политике тоже Поэтому я и пошел в этот комитет Ну, тем более, что со времени нашей общей трагедии в Чернобыле Я этими вопросами серьезно занимаюсь Потом было землетрясение в Армении, в Вереване И в 89-м году мы создали прообраз МЧС Фонд мира, который я тогда возглавлял На свои деньги создал первый спасательный отряд в Советском Союзе Чем Вы там занимаетесь, мы уже поняли А вот чем остальные Значит, еще пишут, что в Единой России также Из спортсменов есть Валуев, Фетисов, Емельяненко, Кабаева Ну, Кабаева понятно У меня в комитете очень серьезный народ И, в общем-то, не случайно люди пришли По другим комитетам я менее информирован Потому что мы встречаемся Да, и слава Богу, не засоряйте себе Давайте не будем Анатолий Евгеньевич, зачем мы Вас, собственно, пригласили Провести эксперимент Эксперимент В 96-м году впервые компьютер обыграл человека Этим человеком стал Гарри Каспаров С тех пор машины стали, конечно же, гораздо умнее Сейчас любой бытовой прибор, мне кажется Так Вы меня хотите подставить? Нет! Нет! Хотя да! Мы хотим с Вашей помощью прямо сейчас, прямо здесь Доказать, что человек еще не так слаб И он может противостоять в машине Которая становится все сильнее с каждым годом А вот какая будет машина сегодня играть в шахматы Против Анатолия Евгеньевича Карпова Сейчас мы увидим Дорогие друзья, вот он матч века Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов против чемпиона Тайвани по продажам Да Итак, белыми играет Анатолий Евгеньевич Поехали! Ваш первый ход О! Д2, Д4 Сейчас Это долгий процесс Нет, не долгий Д7, Д5 О! Ничего себе! То есть это встречный ход пешкой Пожалуйста, так Так, так Быстро С2, С4 Итак, что это? Это Ж Ж8, Ф6 Ф6 Конница, по слову Придется взять пешку Придется, взяли пешку Давай, железяка, мы ж 300 гривен за тебя отдали Давай, давай, думай Ф6, Д5 Он съел пешку Разменялись Пешка вперед Е2, Е4 Да, это хитрый А что это? Как это называется? Вот эта разыгрываемая вами и ей комбинация? А, нет Капец, железяки называется Там готовятся бутерброды, кстати Так вот я вижу, что они там крадятся Так, ход есть Д5, Ф6 Д5, Ф6 Отступили конем Ее просто она слышит, но не видит Поэтому надо ей поговорить вслух Мне к тайваньце сэкономили на глазах Скажи Так бы на 350 гривен стоило Так я не понял, с чем там связано С чем-то связано? Да С чем соединено Так вот пока по этим нескольким ходам на какой разряд он оттянет? Ну, второй ход слабый был Второй ход слабый? Второй ход слабый, да Так Сейчас посмотрим, что дальше будет Е7, Е6 Спешки пошли Нормальный ход Так Конь Ж1, Ф3 Когда чемпионаты мира проходят, сколько зрителей обычно находятся там? В самом большом зале мы играли, наверное Ну, колонный зал, наверное, самый большой в Москве Две с лишним тысячи зрителей Так, конь Б8, С6 Б8, С6 Две с половиной тысячи людей и мёртвая тишина Да Анатолий Евгеньевич, не пробовали сами с компьютером когда-то сыграть вот так ради своего удовольствия? Я играл один раз И чё? Ну, специальный шерп В Бостоне Сильная программа? Сильная очень программа Но, что я не учёл одного, что я начал играть партию где-то в восемь вечера Что? А это было четыре утра в Москве Ф8, Д8 Неожиданный ход, но возможный Умная у нас Таечка-то Теперь сатрибьётся 7 Даже я понимаю, что здесь уже всё Если отвлечь Анатолия Евгеньевича как-то Как? Забрать шахматы? Добавить пару фигур в это время Здесь даже если напоить Да, даже если напоить Мне как с Анатолием Евгеньевичем тренируется дома с микроволновкой Так уверенно, быстро играет Ферзь С4, С6 Ну, всё, и ладья у нас в опасности Тут беда Мы тебя всё равно не продадим Мы тебя выбросим, да Не, ну держалась она Да, она как могла держалась Кстати, у Каспарова она выиграла Подлига А, так вот, я к тому матчу с компьютером Вы сказали, что в 4 утра это всё началось, да? По московскому времени Да, у меня был перевес Я его так увеличил, увеличил А потом машина меня поймала на какую-то тактику И стало неважно Но тогда машина не знала, что в ладейном эшпеле Две связанные пешки могут быть сильнее 4-х разрозненных Пешку, потом я пожертвовал ещё одну Что вы сейчас сказали, сейчас вот это? Что вы же не готовы? Просто да, мы ещё... Ну да, вот там вот, эшпеле Если машина этого не знала, мы об этом даже и не слышали Я знаю рашпеле Так, а вот так Стягиваем всё С8 бьёт Е6 Нет, ну на самом деле сопротивляется Не, держится Ну ведь как, ну молодец Главное, что не сдаётся Да, так вот если закончить историю, то потом Авторы программы корректировали Какие-то свои позиции Поскольку мне удалось выиграть эту партию Ж7 Смотри, удивительное дело, что нашла единственный ход Как не проиграть в два хода Но всё равно Сейчас Три хода мат Сейчас Ж5 Ж4 Пешкой вперёд И последний ход этой партии Все едем Да Дорогие друзья В тяжелейшей борьбе человек снова превзошёл машину Но На другом конце вот этого длинного и провода Находится чемпион Киева В своём возрасте Восьмилетний Борис Ковба Ваши аплодисменты, Боря! Можно ваш Анатолий Евгеньевич? Ну, Борис Анатолий, я что-то в шаг Ребят, можно вас насерединить? Ну что, пойдём, пойдём Ну, вообще, это большая честь, я думаю, сыграть чемпионом мира Тем более Давно занимаешься? Два года уже Два года уже Молодец Молодец Всё, значит, приезжай в мою школу Забирайте Заберём Не, нам в Украине наше добро нам тоже надо Нам нужны свои чемпионы Дорогие друзья, только что Мы убедились и, по-моему, доказали всем зрителям Украины Что шахматы Это действительно спорт Благодаря которому из маленьких Хлипких, рыженьких мальчишек Получаются Великие люди Как Анатолий Евгеньевич Карпов Ваши аплодисменты Спасибо большое Вы слушаете шоу Вечерний Киев До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ла-ла-ла-ла-ла Вечерний Киев Ла-ла-ла-ла Вечерний Киев Ла-ла-ла-ла Вечерний Киев Киев Вечерний Киев